Хорошая новость для любителей лакомства. Шоколад можно есть каждый день, но только если речь идет о горьком шоколаде. Причем чем выше процент какао в плитке, тем лучше. Какао-порошок содержит биологически активные вещества, которые заставляют наш мозг вырабатывать особые гормоны радости и наслаждения. Есть в шоколаде и антиоксиданты – вещества, замедляющие процессы старения. 50 граммов шоколада заставит энергично работать ваш мозг в течение трех часов. Но если налегать на молочный, а тем более белый, результат будет только один – лишние килограммы. Летом шоколад покупают реже, в жару больше хочется мороженого и освежающих напитков, поэтому и темпы производства в этот период снижаются. Шоколадный мир живет сезонно. Вот сейчас именно с конца июля начинается высокий сезон для кондитерского бизнеса. Так случилось, что все праздники в России сконцентрированы в период с сентября по март. Поэтому этот период для шоколадного производства – это высокий сезон, это самое такое активное производство. Это святая святых шоколадного производства – сердце шоколадной фабрики, так называемая конч-машина. На протяжении нескольких часов она конширует, то есть смешивает четыре основных ингредиента – какао-масло, сухое молоко, сахар и тертое какао. Только это сочетание позволяет получить самый полезный, горький или темный шоколад. Если добавить в эту смесь сухое молоко, получится шоколад молочный. А если исключить тертое какао – белый шоколад, который не столь полезен, но тоже может по праву носить имя этого лакомства, ведь в нем есть какао-масло. И только продукт, в котором вместо какао-масла используются другие жиры, шоколадом называться не имеет права. Это шоколадная плитка. Понять, качественный или перед вами продукт, легко. Температура плавления настоящего шоколада – 32 градуса, ниже температуры человеческого тела. Поэтому, если плитка шоколада тает в ваших руках, а уж тем более во рту перед вами качественный шоколад. Виктория Шаре, Артем Сулайманов, События.